здравствуйте дорогие друзья никогда не видела в реальности магнолию и вот я ее увидела прекрасная магнолия я ее могла даже потрогать понюхать ну и как не нарисовать конечно надо нарисовать я решила показать как я набрасываю не сильно нажимаю не сильно видно но под акварель надо очень деликатно накладывать рисунок карандашом рисую я обрубочно то есть обобщенно сначала абстрагируясь от подробностей и только потом я уже иду на детализацию в данном случае лепестков то есть сначала я рисую крупную а потом иду к деталям ну кто в ю тубе знает мой канал это мой принцип рисования то есть я сначала пропорции еще потом крайние точки обрубовка и так далее ну тут мастер операторского искусства я поставила ручку от держателя телефона и немножко не видно видео я выложу и в ю тубе и в инстаграме нет не в инстаграме вконтакте и телеграме первое мое видео видео которое буду выкладывать и в телеграме не знаю как это будет все работать но я буду стараться потому что не рисовать я не могу что же мне делать сидеть ждать когда обратно вернут все нет я буду рисовать конечно мне это делать хочется магнолия почти белая с розовым оттенком здесь отражается небо поэтому кое-где она голубоватая то есть это очень такой благородный цвет как фарфор но с розовым оттенком сразу я подумала что я буду один цветок рисовать а все остальное у меня будет размыто то есть в технике мокрая акварель сырая акварель буду делать работают двумя кисточками ну я надеюсь что все таки будут заходить все в youtube возможности такие будут несмотря ни на что вот я мочу и чтобы было расплывчато такую прожилку делаю так что я надеюсь что я буду все таки в ю тубе но кто хочет пожалуйста в телеграме я перекинул из ю туба все свои видео в телеграм но я не могу не от кого добиться будут ли видны эти видео я не знаю но я переброшу хотя их там 340 штук я буду долго долго тыкать чтобы все это перенести так вот стараюсь я делать очень пастельно лепестки всегда двумя минимум двумя кисточками я всегда рисую то есть одна кисточка с водой с чистой водой конечно то есть кисточку я мою постоянно мою но чтобы там было определенное количество воды если он будет очень много воды то есть все потечет если мало то это будет резкий переход очень люблю белые цветы не ну я вообще люблю цветы меня спрашивают какие цветы люблю я все люблю цветы невозможно не любить какой-то цветок они все прекрасны освещение не очень поэтому я немножко местами даду вот например вот в этом месте я определилась что у меня свет идет слева поэтому вот вот так вот сделала так вот тут какой-то такой замоченный лепесток ну видимо он первый распустился и уже не первой свежести вот этот лепесток прекрасен он виден в двух направлениях ну и я конечно же решаю вопрос о тональности то есть это самое главное не зря я назвала свой канал света тень это главное цвет не главный если вы сделаете цвет и не сделаете правильное соотношение тональное то никто ничего не поймет что вы хотели изобразить поэтому отделяем разные плоскости друг от друга тоном ну камера как всегда цвет вообще не тот изображает вот это на ту же тему цвет и ну не тот я рисовала другим цветом вот камера она или теплые цвета хорошо улавливает или холодные хорошо улавливает поэтому смотрите на том что чего темнее падающих теней здесь практически нет потому что свет очень рассеянный это сверху находится световой фонарь и он не очень чистый и поэтому свет такой ну как будто это матовое стекло рисую я на фабриана пока еще есть фабриана надеюсь она не закончится всегда будет очень надеюсь ну если вся бумага закончится будем рисовать на принтерной бумаге мне лишь бы рисовать ну конечно когда я беру в руки фабриана у меня такой трепет я так люблю эту бумагу крупнозернистую акварельную 300 грамм и 50 процентов хлопка можно конечно 100 но у меня вот сейчас 50 вы не представляете как какое-то счастье когда я беру коробку красок в руки кучу своих кисточек это огромное счастье вот у кого какое-то счастье у всех разное а я вот при контакте с бумагой и красками испытываю счастье не на у меня есть много других конечно счастье дети внуки природа красота вот это неповторимое счастье вот здесь вот темнее чтобы отделить одно от другого вся сложность рисование акварелью в том что сколько воды сколько краски и когда меня ученики спрашивают а вот сколько я ничем не могу помочь я не знаю я же не меряю чуть-чуть говорю я или много а сколько много это только опыт может подсказать ну то есть это надо несколько раз ошибиться чтобы потом отгадать вот этот вот ежик внутренние то он такой красивый наконец-то я увидела настоящий настоящую магнолию и веточки очень интересные такие как будто старинные во мхах так и вот дальний фон я решила по мокрому сделать я намочила изнаночную сторону полностью приклеила к своему столу и лицевую сторону чтобы уж надолго надолго хватило и потом очень концентрированная краска когда вы делаете по мокрому надо всегда много краски брать вот опять же вот этот вопрос много насколько много это все опытным путем можно понять сколько не знаю это зависит и от качества кисточки какая вас кисточка синтетика белка колонок там енот барсук и соболь миллион кисточек размер кисточки насколько она истрепана краска мелкодисперсная крупнодисперсная бумага количество воды нанесенная на бумагу насколько давно вы нанесли воду на бумагу вот например в этот момент меня что-то отвлекло а был очень важный звонок вот очень важный звонок и я не могла человеку сказать что вот я как бы вот у меня тут по мокрому вообще-то не могла сказать поэтому пришлось отвлечься и когда я вернулась к рисунку я с ужасом подумала что все уже высохла она не высохла и причем было настолько в хорошем состоянии вот самое то чтобы вот послушно ложилась краска и не растекалась и в общем не сухо не мокро самое самое то то есть это такое творчество непредсказуемое получается так но здесь вот моя задача немного сделать контраста между белоснежной розоватой магнолией и фоном вот очень долго держится влага когда с двух сторон покроешь здесь я импровизирую конечно там была желтая как-то ее называют фрезия что ли цветочек я игнорировала ну потому что не люблю когда много цветов и вот здесь я решила пусть будет много магнолия и все равно она такая расплывчатая неопределенная и только внизу как будто небо но это вообще не небо там было забор какой-то или что это не за ну типа пусть небо будет этот цвет очень даже тут подходит забор превращается небо но чем я не волшебница и пока это все мокрое небо так сказать я там делаю опять же по мокрому вот эти вот чудные веточки они такие толстые они такие прочные такие уверены обожаю такие веточки они как будто старинные они кривые вот здесь вот я брала очень холодный цвет получились какие-то теплые цвета веток ну опять же это не важно важно чтобы был тон то есть вот небо светлое а это темная ветки темные так заходите ко мне везде в контакте телеграмме в ю тубе подписывайтесь ставьте лайки всех люблю давайте рисовать и все будет хорошо я надеюсь и я себя в этом убеждаю работаю с собой каждый день убеждаю что все будет хорошо хотя это очень трудно всего хорошего до свидания